Перестал заниматься после того, как московского мэра заменили Тюнецким макетом. Но до того, кстати, 12 лет был в одной из двух советников мэра Москвы. И, по крайней мере, те из наших советов, которые мэр использовал, оказались полезными не только для него, но и для всего города. Надеюсь, что и сейчас мне удастся в новой для себя специальности, уже не советника, а участника принятия решений, тоже сделать что-то полезное. Главное, на что я надеюсь, на то, что удастся объяснить достаточному числу депутатов, почему либеральная теория в принципе не работоспособна? У меня на то, чтобы в этом разобраться, ушло несколько лет. Понятно, что не каждый может себе позволить потратить столько сил и времени на самостоятельное исследование, но, по крайней мере, познакомить коллег с результатами исследований я постараюсь. И надеюсь, что после этого Дума будет принимать меньше либеральных решений и больше возможностей. Что же касается, собственно, округа, ну, когда-то я очень хорошо знал Восточный округ, поскольку первые девять лет в Москве жил в Мишняках. Но с тех пор, конечно, уже многое поменялось, так что со многими новыми проблемами округа знакомлюсь только сейчас, пока более-менее удалось разобраться, разве что в Долгострое со Щелковским шоссеем, и эстакадой на нем, ну, скажем так, очень похоже, что не стоило эту стройку затевать вообще, но если уж начали, то придется проследить, чтобы она была доведена до конца, хотя, конечно, те, кто сейчас ею занимаются, движутся исключительно на пинковой тяге. Вот. Ну, а какие еще проблемы есть в округе, надеюсь, разобраться вот с помощью ваших звонков и смс по этому телефону, но, к сожалению, не всегда проблема, возникшая на местном уровне, может быть решена на местном уровне, и, скажем, с тем же Щелковским шоссе, боюсь, без доброго десятка депутатских запросов не разобраться. Ну, в общем, парочку запросов уже готовят мои коллеги, тем более, что среди тех, кто со мной сейчас сотрудничает, есть несколько хороших юристов. ну, не буду пересказывать все, что они уже накопали, но, по крайней мере, шансы разобраться с этой проблемой есть, но по мере поступления ваших запросов, опять же, будем всей командой разбираться, что с ними сделать. Вот это мои ближайшие планы. И еще раз напоминаю просьбу, расскажите всем, до кого дотянетесь, о том, что 18 сентября выбор достаточно большой и есть за кого голосовать. Вот, вот.